здравствуйте дорогие мои пупсяши сегодня тема называется признаки токсичного человека и я бы рекомендовал вам прямо сейчас взять бумажечку а может быть телефончик и записывать каждый признак который я сейчас озвучил и зазубрить наизусть этот признак потому что но не один естественно все признаки потому что по этим признакам вы легко прям по щелчку пальца вот так сможете во-первых определить токсика и избавиться от него потому что токсичный человек в первую очередь он не только такой знаете такой который портит ваше настроение как некоторые думают нет токсичный человек воздействует на ваше тело на вашу психику на ваши деньги на ваши на вашу энергию на все воздействует и ваша задача определить токса и избавиться от него просто буквально смысле слова не общаться с ним вы понимаете о чем я говорю окей и первый признак токсичного человека это критика вас но не просто критика по категориям будем разбирать что именно за критика он может критиковать и может говорить о каком-то вашем недостатке но не имеет значения по категориям смотрите самое главное по категориям первое он критикует ваш внешний вид не знаю шапка не нравится что за шапка что тебя с рубашкой что у тебя с куткой это внешний вид второе это он критикует ваше поведение почему ты там ужимочки делаешь вот такие а почему ты ведешь себя не не по-взрослому, да, то есть критикует ваше поведение. Третье, что он критикует, это ваше внутреннее состояние. Ты слишком ранимый, ты почему-то боишься, с тобой что-то не то, ты слишком не уверен в себе. Следующее, что он критикует, это ваше окружение. То есть, что у тебя за друзья, ну что это, что у тебя за родители, ну что это, что за знакомые, что у тебя за девушка, что у тебя за парень, неважно, а критикует ваше окружение. Опять же, можно сказать о недостатке вашего окружения. Следующая критика, это либо критика вашей работы, Либо увлечение. Бывает работа и увлечение. Ну что это за работа? Ты что там, грузчик? Фу, там ты дворник. Что? Программист? Ха-ха. Если это какое-то увлечение, ты компьютерные игры играешь? Ты что, маленький ребенок что ли? То есть он критикует конкретно категорию работа и увлечения. Следующее, что он критикует, это куда вы ходите. Может быть какая-то кафешка, может быть это, не знаю, может быть какое-то заведение. Может быть вы в баню ходите. Неважно, он зацепится за все туда, куда вы ходите. Может взять что-то одно, но он точно будет говорить. Опять ты своими друзьями в этот бар пошел. Что-то этот бар нищебродов или там наоборот, ты все деньги там потратишь. Видно, что там все одни там слишком, они все такие крутые. Зачем? Ну ты же не такой, ну зачем? Следующее, что он критикует, это ваше общение. Как вы общаетесь? Как вы держитесь среди людей? Что? Ты опять, почему ты все время молчишь, когда ты со своими там, когда ты с моими друзьями там сидишь? Почему ты все время молчишь там в общественном месте, там мог там женщине уступить и сказать, и какой-нибудь рассказать анекдот? Почему так не делаешь? То есть он критикует по этим категориям. Опять же, повторюсь, он может критиковать, может озвучить ваши ошибки там, может говорить о ваших недостатках в этих категориях. Ну почти большая вероятность, что критикан все эти категории зацепит. И вот ваша задача отслеживать, он эти категории берет или нет. Вот все, которые я вам сейчас перечислил. Второй признак, он может не критиковать. Или может критиковать, указывать вам на ошибки, показывать эти ошибки. Но помимо этого, он еще будет это делать в виде стеба. То есть по этим категориям, которые я перечислил, он может стебать вас. Шутеечки, такие, знаете, колки такие. Вот здесь кольнуть, посмеяться над вами. Вот здесь немножко кольнуть вас. Вот здесь стеб. То есть он стебет вас. И кажется, как будто бы это шутка. Да, он же шутит. Просто шутка. Но он продолжает это делать. И именно по этим категориям. Это тоже является признак токсичности. Следующий признак, он может вас опять же высмеивать или критиковать вас перед другими людьми. То есть может быть это ваши знакомые, может быть ваши общие знакомые, может быть какие-то друзья. Это может быть даже вообще незнакомые люди. И он вас может там высмеивать. То есть это может быть вообще просто магазин, когда вы пошли, там продавщица пробивает ваш товар. И этот человек может над вами взять и пошутить. Опять же неприятно вам, а человеку смешно. Продавщица может быть тоже смешно. Или знакомые, с которыми вы общаетесь, опять же он вас взял, подколол, подстебал. И вам неприятно внутри, а ему хорошо. Это тоже является признаком токсичности. следующий признак токсичности —это газлайтинг, такое модное слово, я вам скажу попроще. у тебя какие-то проблемы, можно перейти по другому. у тебя психологические проблемы, ты какой-то не такой, у тебя какие-то проблемы, это газлайтинг, то есть как вам неприятно, то есть он вас критикует, вам делать неприятно, но при этом, когда вы ему это озвучите, он говорит, что его ранимы, что вы обидчивы, это с тобой что-то не то, я просто пошутил, я тебе желаю добра, это у тебя проблемы, можно по-другому сказать газлайтинг это у тебя проблемы перевожу если токсичный постоянно включает газлайтинг постоянно говорит что проблема у вас а с ним все в порядке это сто процентов признак токсичности следующий признак токсичности это нарушение ваших границ что значит нарушение нарушение границ подразумевает что вы озвучили эти границы и он такой взял их и нарушил один раз нарушил 2 вы опять ему говорите не надо так делать пожалуйста не делай он продолжает это делать и он может манипулировать вами опять же что тут не может быть граница ты просто какой-то странный какая тут может быть границ слишком категоричный либо он может специально нарушить граница потом пошутить отстебаться сказать я просто пошутил это тоже признак токсичности потому что он не слушает ваши слова когда ему говорите пожалуйста не делай так он продолжает в эту точку долбить давить и вам неприятно вам больно но он продолжает это делать и это является признаком на токсичности. Следующий признак может наказывать игнором. Игнором, либо он пропадает. Это именно наказание. Что это значит? Например, если вы сопротивляетесь его токсичности, жестко сопротивляетесь, например, озвучиваете границы, говорите пожалуйста, так не делай и так далее, он взял и пропал после этого. Не пишет вам, не звонит, и вы ему пишите, он ваше сообщение игнорирует. Это называется «гостинг» на английском, но если на русском, просто пропал, исчез, все. Таким образом он вас воспитывает. Когда вы все-таки подумали, а может быть дело действительно во мне, а не в нем, может быть я какой-то не такой, может мне надо психологу, вы задумываетесь об этом, пишите ему, извиняетесь, он-то оказался как будто бы прав. Да, и вы думаете, да, действительно дело во мне. И он опять тёпленьким становится. И опять он идет к вам на встречу, и применяет опять же все токсичные фишки, которые я вам уже озвучил, признаки, которые я вам озвучил. Следующий признак токсичности, это называется «инверсия». Ну это как продолжение признака, который только что сказал. Когда она как будто бы обижается, игнорирует вас. Но инверсия подразумевает, что когда вы ему озвучиваете что вам не приятно он вам обратной также говорит мне тоже неприятно и он опять же обижается то есть вы например можете ему сказать слушай мне неприятно когда ты вот меня постоянно критикуешь он где тебя не критикую я добра тебе желаю и обиделся обиделся тем самым он сделала версию что как будто он вам делает добро а вы его не послушали и получается что он пытается вам помочь его такой странный газ Lighting помните что с вами проблема психологического характера а он вообще просто пошутил он просто такой прикольный парень и просто пошутил а вот вы и все то есть инверсия дело не в нем а в вас это вы его задели это вы его обидели когда он как будто бы он же вообще вас не обижал поэтому это называется инверсии это еще один признак следующий признак это выкачивание ваших ресурсов что это значит ресурсов на самом деле не так много но они все ценные для любого человека какие бывают ресурсы ресурс время то есть вы уделяете время человеку следующий ресурс это деньги следующий ресурс это внимание туда же мы относим мысли то есть внимание мысль это одно и то же и ресурс эмоции так вот токсичный выкачивать у вас эти ресурсы ну конечно выкачивать те ресурсы которые у вас в избытке которых много он конечно может вообще попробовать все ресурсы ваши вытащить но если понимать что там ничего нет он там почти что ничего делать не будет но признак токсичного это тот человек который забирает у вас и ничего конечно вообще взамен не дает вообще ничего. То есть это 100% тоже токсик. Ну и давайте заключительный признак токсичности самый важный, потому что вот все, что я перечислил, это в общем-то обобщение вот этого признака. Это ваши негативные эмоции. Вы можете испытывать негативные эмоции перед встречей с токсичным человеком, либо во время встречи с токсичным человеком, либо после встречи с токсичным человеком. И вы не просто испытываете эмоции, у вас бывает просто дискомфорт. Вы может быть даже Не чувствуете, как негативные эмоции, состояние негативных эмоций. Но у вас внутри постоянно какой-то дискомфорт. Вам внутри как-то тяжело. В грудной клетке тяжело. Может быть, в горле тяжело. То есть еще какая-то может проявляться в том числе и психозматика. То есть телу тяжело. В том числе в голове тяжело. Головные боли могут какие-то появляться во время общения, либо после общения. Суть одна. Вам тяжело. Эмоционально, негативно тяжелое состояние. И это тоже один из признаков токсичности человека. Ну или с человеком, которым вы общаетесь. Смотрите. Еще очень важный нюанс. Если бы токсичный человек делал все, что я перечислил, все вот эти признаки, делал бы на каждой встрече, ни один человек не смог бы продержаться с ним. Потому что, ну это невозможно, это слишком много всего. Поэтому токсичные, вот эти все признаки, он делает по чуть-чуть. Он делает их по чуть-чуть, немножко, но каждый день. Либо часто, может быть через день или через встречу. Но он это делает по чуть-чуть. То есть подпиливает вас, подкусывает, подкусывает по чуть-чуть. Потому что сразу он все это набрасывать на вас не будет. Но с каждым разом это по чуть-чуть будет увеличиваться, становится больше, больше, больше. Сначала по чуть-чуть. Он видит, что с вами все нормально, можно продолжать. Он еще больше, еще больше. В какой-то момент он просто садится жестко на вашу шею и забирает максимально все, что возможно. Выносит полностью вам мозг, забирает всю энергию, насколько это возможно. И может утилизировать, а может продолжать дальше вас использовать. Что угодно может сделать, но это же токсичный человек, не забывайте об этом. Еще важный нюанс. Как все-таки понять, у меня там друг или знакомый, или там мама, папа, или так далее, токсично или нет? Ну то есть вот, а если один признак или два признака, это является токсичностью? Нет, каждый из нас может иногда быть немножко вне настроения, да? И он может какой-то из этих признаков проявить. Токсичны же, вот все признаки, которые я озвучил, как минимум должны 4-5 признаков совпасть. А может быть, ну где-то вот так, 70-80% признаков должно совпасть. То есть во время всех ваших встреч эти должны признаки проявиться. Вот если есть 4-5 признаков проявляется, это 100% токсичный человек. Если проявляется 1-2 признака, и очень редко, не часто, ну, тем более вы знаете, что у человека просто было плохое настроение, он устал, и еще так далее, или еще что-то типа того, тогда в этом случае, конечно же, нет. Это не токсичный. Токсичный это всегда на постоянной основе, либо периодично, но все-таки часто, по чуть-чуть, но все признаки, или большинство этих признаков проявляется. Это 100% токс. И ваша задача, когда вы узнали эти признаки, вам нужно от этого человека, ну, распрощаться, я имею в виду, что нужно перестать с ним общаться, потому что он будет наносить вам достаточно серьезный вред, и лучше это сделать. Напоминаю, что у меня есть телеграм-чат, вы можете туда подписаться, там много интересных тоже вещей всяких разных с нами происходит. Подписывайтесь на мой канал, потому что я вижу, если вы подписываетесь на мой канал, я еще больше буду снимать классных полезных видео для вас. И на сегодня. А все.